Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии Иван Отраковский. Приветствую, Иван. Иван, хотелось бы поговорить с тобой сейчас о том, что происходит на фронте. Мы видим, что победоносной войны не получилось, и что спецоперация затягивается. Уже полгода практически прошло. И мне кажется, что это самое худшее, наверное, что могло произойти. Потому что и люди там гибнут на фронте, и здесь народ, в общем-то, устает от войны. И отношения становятся в многом уже негативные. Люди не понимают ни цели этой войны, ни спецоперации, как у нас сейчас говорят, ни когда она закончится. Экономическая ситуация ухудшается. А вот на твой взгляд, что не так идет, почему и почему не так пошло все? Ну, первое самое, в самом деле происходит не война, происходит спецоперация. Спецоперация против русского народа, единого русского народа. И эта война, вернее, эта спецоперация проводится уже довольно-таки давно. По разъединению, потом по стравливанию, а теперь по пролитию крови. В первую очередь, это нацелена на русских в России. Сначала был первый этап, потом конкретный, потом еще конкретнее, теперь вообще конкретный-конкретный, а итог ноль. Так называемая буферная зона нету, наступления вялотекущие, атаки в лоб, никаких мостов, аэропортов, аэропортов, ЖД, узлов, не происходит уничтожение и тому подобное. Ну, как все и раньше. И главное, нету до сих пор никакой идеологии и понятия, что же солдат там делают. Как нету понятия и принятия среди населения России, что же армия там делает. Да, граждане России болеют сердцем за армию. Да, армия воюет. Да, солдаты, офицеры, сержанты, офицеры гибнут. И граждане болеют и стараются помочь всем тем, что у них есть. Но войны они не чувствуют. Ну, мы сами, в чудесах происходит все то же самое, что и происходило раньше. То же самое, что и на телевидении. Где война, ее нету. Только когда мы пересекаем границу с Россией, мы понимаем, что на самом деле происходит. И как я говорил и буду говорить, что пока шакалы командуют львами, всегда шакалы приведут львов к поражению. Это было, есть и будет. Как мы говорили не раз, это договорняк. Изначально, чтобы, когда провели так называемую спецоперацию в начале, не подготовив народ, русский народ к Киевской Руси, стравили, ударили, развязали, пролили кровь и, соответственно, повели вот эту вот вялотекущую войну. А наплевав абсолютно на армию, я про высших руководителей нашей страны, и наплевав на добровольцев, добровольцев, которые мотивированы горячим сердцем, вообще к ним крайне похабные отношения. И наплевав на жителей Донбасса, в том числе на народную армию Донбасса, Луганскую и Донецкую. А также наплевав на народ России, не подготовив, опять же, не введя, не объяснив, что же мы там делаем. И из-за этого, как ты правильно говоришь, происходит усталость и у армии, и у людей. Хотя здесь есть правда, не определенная, а правда на стороне русского народа России. И мы здесь делаем разграничение между властью, ну, то есть, чиновниками давления своей власти, и, значит, русских людей. Потому что это наша общая территория. Исторически сложилось, что мы, русские люди, должны жить на единой территории и быть вместе как-то единый русский народ. И так называемый Украина, так называемый украинским народом, созданное искусственно, чтобы сделать, вернее, поставить как противостояние нашему русскому миру и России. Это очевидно. Вот, чтобы это прекратить, и необходимо было воссоединиться. Не захотели воссоединиться миром, значит, сейчас пожинаем плоды в виде страданий, крови, слез и горя. Иван, ну, все-таки, все-таки, ты говоришь, что получается так, что все ведется к тому, чтобы заключить некий мир. И вот эта оппозиционная затяжная война, она делается именно для того, чтобы подготовить население России, в том числе, к принятию этого решения. Я-то уверен, чтобы вдохнули с облючением, наконец-то все закончилось. Да, там она будет война через 3-4 года, да, это все понятно. Ну, сейчас-то можно опять жить спокойной жизнью, наслаждаться, да, то есть, это такой призрачный мир. Я говорю еще раз, если его не закончить сегодня и сейчас, остановившись на западных границах, это все будет тянуться очень долго. Нас просто будут перемалывать, перемалывать до победного конца. Их победного конца не ВСУ, нет, а мировых элит. Вот давай поговорим о конкретных проблемах сейчас на фронте. Вот смотри, получается, насколько я знаю, значит, численное, у нас нет численного превосходства. То есть, опять же, это мы говорим о мобилизации. Опять же, можно говорить о том, что люди не понимают, многие не понимают, допустим, население не понимает, для чего мы воюем, то есть, и не хотят туда идти, получается, добровольцами. Вот сейчас, я так понимаю, что само руководство России пытается просто многих купить из-за того, что в регионах нищета, маленькие зарплаты, то я знаю, что там ЧВК различные предлагают контракты, там, 240-250 тысяч в месяц людям. То есть, по сути дела, пытаются решить проблему не идеологически, то есть, не объясняя людям, не на волне патриотизма некого, да, защиты Родины, русского мира, а просто, ну вот, те деньги нужны, ну, иди туда воевать. Получается так, опять же, мы говорим о том, что на границе задерживают поставки тех же беспилотников, которые куплены на собранные самими людьми деньги. То есть, это не армия, армия вообще этим не занимается, оказывается. Тут, там, на таможне, я вот тоже читаю телеграм-каналы различные, и очень многие жалуются, ругают, что задерживают, отправляют обратно. То есть, это просто диверсия, почему не работает ФСБ, почему с этим никак-то не борются. Странно, потому что сегодняшняя война, это война 21 века. Это не война, когда, там, ты ходишь с автоматом где-то, стреляешь, нет, это война, когда джойстик сидит, человек с джойстиком управляет, и потом на тебя бомбы сыпятся. То есть, это совершенно другая война уже. И опять же, ничего этого не происходит, нет попытки модернизации армии. Увеличение численности, и странно, действительно, возникают какие-то мысли о договорняке, о том, что перемалывается русская сила. Вот, конкретные какие-то примеры проблем, и как их решить, эти проблемы. Ну, я просто объясню, что реально война, как она происходит, да, то есть, грубо говоря, есть спутниковая связь. Дается, я не говорю про нас, у нас этого нету. Я говорю про армию ВСУ, да. Есть, соответственно, спутниковая связь, которая онлайн показывает на планшете нового образца расположение наших подразделений, расположение, передвижение и тому подобное. Соответственно, он жмет, сигнал идет на командира, допустим, какой-либо батареи, вот, и идет огневое поражение артиллерийское наших подразделений. Все правильно. То есть, идет, как я говорил, уже артиллерийская дуэль. А у нас этого, к сожалению, всего нету. Более того, у нас даже, если знает, где находится неприятель, идут запросы с подтверждениями, с разрешениями, и пока все это доходит, соответственно, значит, картинка театра боевых действий меняется. Вот, это первое. Второе. До сих пор не вспомнили опыт, значит, наших дедов, да, то есть, работа шансовым инструментом, то бишь саперной лопаткой. Когда идет обстрел, самое необходимое и самое первое – это окопация, очевидно. Вот, я не видел у наших воинов саперных лопаток. До сих пор. Я понимаю, там, да, если есть там безголовые командиры, высшего командного состава, которые не могут донести, принять это решение и внедрить это сейчас в войска в приказном порядке, что лучше бросить войска, там, оп, погибло, там, 50 человек, да, отлично, там, хорошо воюют, вот, наверх, там, орден, на тебе, герой России, на тебе, новая звезда. Это все прекрасно. То есть, нету, как мы говорим, главного – забота о жизни солдата. Нету главного, чтобы извлекать опыт из ситуации, из войны, да, из новых, как бы, реалий ведения боевых действий. Этого до сих пор нету. Нету, мы, значит, если мы говорим, что о том, кто должен воевать, да, и как должен воевать, если мы говорим, опять же, про те же чувака, все, и добровольчество, да, происходит набор по сути, как это делают американцы. За деньги. Вот, можно ли за деньги воевать храбро? Ответ – нет. Вот в чем, как бы, многие проблемы. Как проблема заключается в чечнищной мобилизации. Я всегда буду говорить про это. Говорят, что, Иван, нельзя, никто не хочет воевать. Это факт. Но воевать заставят. Я все равно уверен, что рано или поздно эта самая мобилизация произойдет. Но если бы у меня спросили, как я бы это поступил, если бы знал, что, во-первых, ну, повторюсь, я бы вот эту вот спецоперацию, так называем, так бы ее никогда в жизни не начал. То есть это для меня преступление. Это стравливание определенными силами на уничтожение русского мира. Но если бы ситуация возникла, да, на самом деле война с западным миром, когда, значит, нога солдата НАТО зашла бы на территорию России, или же бы я упреждал этот, как бы удар, да, как руководитель, допустим, государства. И, конечно, подготовил заранее армию через учения, да, тактические, там, огневые занятия, вот, и, соответственно, технически оснастив, да, я готовил бы народ к войне. Как бы готовил? Я бы, ну, промышленность бы поставил на военные рельсы, да, через экономику, конечно, да, вот, соответственно, сделал там и, там, и, там, госпитальные, соответственно, сеть. Для приема раненых бойцов широкую, не как сейчас, когда некуда людей ложить, а добровольцы вообще просто выкидывают из госпиталей из-за этого, вот, и, зная, что с ними делать. Вот, сделал бы, конечно, статус ветерана боевых действий, уравняв и армию, Росгвардию добровольцев, народной армии Донбасса, который Донбасс бы включил, бы, конечно, состав России, сразу бы, не дав страдать жителям русским этого региона. Вот, и провел бы частичную мобилизацию, дав хорошую заработную плату людям, гражданским, которые будут проходить военную подготовку. За полгода, за полгода бы я бы их подготовил, ну, от трех до шести месяцев, вооружив, оснастив и дел, соответственно, боеспособные подразделения с высокой выучкой и, соответственно, техническим, высоким техническим обеспечением. И тогда уже ввел бы их в бой, в помощь уже воюющим профессионалам нашей армии. Вот, и, соответственно, задействовать силы спецопераций и спецслужб на ликвидацию ключевых политических деятелей, так называемой, Украины. И, соответственно, тех самых западных политических деятелей, которые находились бы на территории, так называемой, Украины. Все, эти бы, как бы, первичные, повторюсь, первичные, значит, я бы планы, я бы ввел. Сделано ли это сейчас, с самого начала? Или делается ли это сейчас? Нет. Вот все, что я сейчас перечислил, этого не сделано ничего, ни раньше, ни сейчас. Хотя это все очевидно. То есть, если мы говорим, что нынешнее руководство спецоперацию поставило на голову, я сейчас подробно объяснил, как ее поставить на ноги. Вот и все. Что это говорит? О чем это говорит? О том, что минимум, минимум люди, которые ответственны за эти провалы, должны уйти со своих постов, начиная с гражданского министра обороны. Я это говорил и буду говорить, что является преступлением, когда в главе армии стоит гражданский министр обороны. Все помнят Сердюкова, его крайне недовольство армии им сейчас сделали все по-другому, поставили Шойгу, и изменили просто картинку на более благообразную, крестящуюся, хорошо говорящую, якобы выступающую за армию. Я еще раз говорю, я не утверждаю, с преступными ли целями это все сделано или нет, с преступными, это, я уверен, будущий суд разберется, народный суд, но что это реально преступление, это факт. Руководить армией должен человек, который знает, что такое армия и как, соответственно, вести грамотно боевые действия. И ставить на ключевые посты не генералов, а людоедов, для которых жизнь, солдат, это разменная монета за ордена и награды, и звания, и должности, а в самом деле выполнение боевых задач перед Родиной, перед своим народом, и сохранение жизни солдат, которые будут знать, как вести боевые действия и беречь свой личный состав. Вот ключевое. И все-таки, Иван, скажи, пожалуйста, если бы сейчас, допустим, вот Путин принял такое решение о частичной мобилизации, как ты считаешь, вот народ России, население России массово пошло бы записываться в добровольцы? Нет. Более того, добровольцы уже не идут, потому что еще, говорю, все, многие увидели похабное отношение власти к своим защитникам, к добровольцам. Время то самое, о чем мы отрубили с самого начала, еще до мая, и в мае же мы заявление делали, оно уже прошло. И если мы говорим о том, что частичная мобилизация будет проведена в октябре, в ноябре месяце, это также является уже преступлением по отношению к своему народу. Потому что, еще раз говорю, что армия сейчас давно уже требует помощи, взывает о помощи. И все то, что будет собрано, входит частичная мобилизация. И часть побежит с фронтов, как мы говорили, что они смысла не будут видеть, что мы там делаем. Часть будет сдаваться в плен, и, соответственно, часть просто гибнуть, потому что их людей не будут готовить, не будут выхватывать, давать автомат, каску и бросать на войну, подготовив, в кавычках подготовив, в течение недели-двух недель, даже если месяца, в основном это малое. Вот, и человек, который и в армии никогда не служил, потому что, повторюсь, преступление, то, что отношение к армии уничтожено за это все время, и все это приведет к тому, что люди, когда они, не знаешь, такое взрывы, стрельба, даже холостыми патронами, начнут готовить в течение месяца, потом бросать их в бой, что они будут из себя представлять? Печальное зрелище. Печальное зрелище. Как я уже сказал, если не было бы, если бы было бы выполнено требование, которое мы требовали, подготовив заранее резервистов к ведению боевых действий в течение хотя бы трех месяцев, не говоря уже про полгода, как я говорю. Вот это самое преступление. То есть, если они уже затягивают, то мы говорим о том, что это будет просто продолжение перемалывания нашего народа, русского народа. Потому что таджики, узбеки, и опять же, при хорошем отношении к этим народам, потому что и там у меня есть друзья, там Сукроп у меня, друг таджик, который проживает, он военный офицер, который проживает в Таджикистане, мы с ним вместе учились, вместе снимали с ним квартиру. Вот. Значит, вот эти товарищи, которые сейчас сюда приехали, в виде такой рабочей силы, да, и стали новоявленными русскими, плохо говоря по-русски, и не зная совершенно историю, им наплевать абсолютно на Россию. Вот. Поэтому воевать они и не будут. Это и Средняя Азия, это и Закавказья. Но их все больше нагоняют. И мы понимаем, что это создает огромную угрозу также в тылу нашей Родины, которая может также в случае какой-либо ситуации на фронте критической, да, что вполне возможно по приказу мирового капитала, который они отдадут, могут отдать и нашему, в кавычках, правительству. Вот. Эти внутренние резервы, да, вражеские, они накаченные уже и сплоченные, они дадут сигнал. И здесь начнется второй фронт внутри. А тут уже опасность то, что пострадают наши близкие. Нет ничего страшнее для солдата знать, что под угрозой его близкие люди, его семья. И тогда уже поражение в том числе на фронте неизбежно. То есть, если армия побежит, я просто, мне страшно представить, что будет. Сейчас говорят многие, что да ладно, что вы там, надо уходить, уходить. Куда уходить? Уже некуда уходить. Если армия начнет уступать, я это еще раз скажу, как я раньше говорил, то, соответственно, понесет огромные потери, как отступающая армия. И на своих плечах приведет армию ВСУ на нашу территорию, за которыми пойдут Айдар, Азов, Днепр, Донбасс, национальные батальоны. И, соответственно, дальше уже больше, когда мирные жители, которые потеряли свои дома и близких и ушли в сторону Киева, они сюда уже пойдут с теми самыми намерениями отомстить. Вот такая перспектива, которую нам создали наши, в кавычках, власти. Повторюсь, по договору западных элит. Потому что все, что у нас есть, как уходило, так и уходит. В том числе и наш долг. Мы это прекрасно знаем. Иван, ты знаешь, мне вспоминается небезызвестный роман, ремарка «На западном фронте без перемен». Вот это о том, как проходила Первая мировая война со стороны Германии. И мы все прекрасно знаем, чем закончилась Первая мировая война. Это в том числе революция и в России, кстати, и в Германии. Вот ты можешь какой-то все-таки прогноз дать, если вот эта позиционная война и дальше будет продолжаться, а мы пока не видим ни конца, ни края. Ты говоришь, что может быть какой-то похабный мир, но я, честно говоря, в него не очень верю, потому что украинцам сейчас он уже не нужен. Я знаю, что они прямо там сейчас сплочены, Запад их поддерживает, накачивает деньгами. Им сейчас это очень выгодно, потому что они сейчас на подсосе, получается, у Запада. И вот эта позиционная долгая война, вот она полгода длится. Она же может еще и полгода, еще и год длится, и полтора, и два года длится, может. Я понял. Саша, ты поймешь одну вещь. Еще говорю, там русские люди, которые считают себя украинцами, могут что угодно хотеть и желать. Это как бы их личное желание, которым все-таки наплевать западным силам. Они дадут приказ, и штаб Зеленского выполнит и сделает так, как скажет Западный мир. Как гауляйтеры в России выполняют тот же самый приказ. И к нам наплевать на мнение русских в России. Решают манипуляторы, дирижеры. Из капкана которых можно вырваться только объединенными силами. Как на фронте, так и здесь. Мы уже говорили, что необходимо объединяться силовому блоку. Это ветераны боевых действий, действующие сотрудники всего силового блока. Не только армии, а всего. Которые понимают, что делают и являются в своей душе, по сути, людьми служения, а не чиновниками, равнодушными. Которым наплевать на все, получая зарплату и от 18 лет отработал и домой. А что там дальше будет? По фигу уже. Вот. Поэтому такая ситуация. Если, кстати, хорошая очень ссылка к Первой мировой войне, да, это вполне возможный сценарий, который нам покажет, что те же самые лица, которые сейчас служат данному режиму, которые когда-то в силу возраста служили или жили в Советском Союзе, имеют партбилеты, которые убрали, стали демократами, потом они станут либералами и кем угодно. Если придут силы, допустим, те же самые либеральные, те же самые фашистующие, сионистки, да, которые ничем не отличаются от нынешней. Просто сфера влияния, те же самые кукловоды, просто будет распределение ресурсов внутри страны под руководством тех же самых, того же самого западного капитала. Вот. И те же самые люди в погонах, которые сейчас там кричат нам и бьют палками, да, когда мы там, или пытаются нам статьи навесить за какое-либо деяние против, когда мы говорим правду, да, значит, они также присягнут любой силе, только против которой они сейчас и выступают. Потому что свой карман, свое добро дороже чести, совести и принципов. К сожалению, и они будут забивать любого так же, кто будет говорить уже против них. Вот что прискорбно и что-то, что страшно. Из нас делают скотов беспринципных, молчаливых, да, которые заботятся только о том, что, как бы, о своих, скажем так, привилегиях. И о том, чтобы заботиться об узком круге своих родных, своей семьи. То есть это как раз вот то самое скотство, о чем мы говорим. Не мысли, да, о родине, о народе, как именно государственников, а как таких вот, значит, мещан, которые думают только о своем кармане. Вот и все. То есть это вполне возможно. Такая... Ну, то есть возможная ситуация, когда это будет и год, и два, это все длится. Все, что угодно может быть. Все, что угодно. И три года, и четыре года может быть. И голод здесь могут сделать. Сознательно могут сделать. Вот. То, что при том, что и с той стороны, да, обвиняя в этом русских, потому что я слышал уже не раз о том, что говорили, что зерно выводится якобы в Россию через Крым. Хотя мы знаем, что зерно выводится на Запад. Вот. Но пропаганда работает с той стороны очень грамотно. Как и нам, вот так же говорить различные там вещи, да, чтобы мы так же озлоблялись, вот, вместо того, чтобы пытаться объединиться как-то и справиться вместе с общей бедой. Вот так. То есть это, да, я говорю, это два варианта. Или мы будем долго и упорно другого перемалывать, или будет, значит, включен позорный преступный мир, вот, и то, которое будет снова война, еще более тяжелая, еще более кровопролитная, но которое будет неизбежно все равно. Ну что ж, спасибо и вам. Саша, я вот добавлю, да, мы всегда должны, вот меня вот, мы всегда должны заканчивать на позитивной нотке, да, то есть мы всегда говорим о проблемах. И в самом деле это страшные проблемы и тяжелые. Вот, но я всегда говорю, что мы должны заканчивать на позитивной ноте. Чтобы и сами знали, и другие чувствовали, что все равно победа неизбежна. Победа не над, так называемой, Украиной, да, а победа на воссоединение три единого русского народа и наше единое пространство под названием Святая Русь. И, соответственно, наказание всех тех негодяев, которые нас столкнули в эту кровавую баню. И, соответственно, проводят так называемую спецоперацию по ликвидацию единого, искусственно разделенного, непокорного, мощнейшего, сильного народа-победителя русского народа. Вот я в это верю, что придет тот момент, когда мы можем сказать, что возмездия неизбежны. Все. Ну что ж, это прекрасные слова. И от себя добавлю, Иван, что, чтобы мы не говорили, здесь в студии у нас разные эксперты. И мы, конечно же, стараемся говорить правду, стараемся говорить неприятную и тяжелую правду. Но наша позиция абсолютно такая же. Мы верим. Мы верим в то, что у России большое, светлое будущее. Но мы также понимаем, что вот эти вызовы, которые сейчас стоят перед нашей страной, перед нами лично, без нашей борьбы, без нашего некого движения, их не преодолеть. И здесь ответственность на каждом из нас. Конечно же, никто из нас не может пойти, условно говоря, в Кремль, убрать Путина, убрать всю эту шайку-лейку. Это не в наших силах, но в наших силах провести внутреннюю мобилизацию. Если она не проводится, как говорится, самим правительством нашим, да, оно пытается просто, уйдя в эту позиционную такую затяжную войну, просто покупает бедное население регионов. И сейчас там идет перемалывание, не решаются стратегические задачи. Мы это много раз уже обсуждали с тобой, да, то необходимо внутреннее мобилизацию каждого из нас. Понимание, что вот эти вызовы, которые сейчас встали перед страной, перед нами, они рано или поздно, они выльются в очень серьезный кризис и в стране. И я думаю, что будущие, так скажем так, революционеры, будущие деятели, может быть, государственники сейчас вот находятся, в том числе и там, на Украине, на Донбассе. И вот из этих людей, мы вот буквально недавно говорили сейчас с Потапенко, Дмитрием Потапенко тоже, и тоже говорили об этом. Он человек других взглядов, да, и у него там другая немножко позиция, но, в принципе, мы пришли к тому же выводу, что вот эти люди, которые, может быть, и будут ковать будущее России, они сейчас вот там находятся. И здесь, мы находимся здесь сейчас в России, мы не на фронте пока что, да, от нас тоже самое требуется та же самая мобилизация. А это значит и физическая подготовка, это значит и интеллектуальная подготовка, и культурная, оставаться человеком, понимать, понимать, что вызовы, серьезные вызовы, на которые рано или поздно мы должны ответить. И добавлю еще, вот, чтобы правильно, только нельзя мазать всех одной маской, одной краской, да, то есть и в каких-то, значит, и в высших эшелонах власти тоже есть свои люди, которые поддавлены. Да, да, чтобы просто не было понятия, что мы всех там пытаемся, там есть тоже честные люди, которые задавлены, поддавлены законами, внутренними правилами и не могут сказать своего веского слова, не могут вообще что-то либо сделать. Вот, потому что они будут или отстранены, или убиты, или опорочены, ну, или поддавлены, посажены в тюрьму, мы это знаем, это все прекрасно. Все, это есть такое, это наша реальность, но при нашей поддержке, при нашей силе, при нашем развитии, мобилизации, как мы говорим, эти люди будут более уверены и более, соответственно, будут нам помогать в достижении наших целей и задач. Вот и все. Надо просто делать, двигаться. И сейчас каждый человек у нас может быть Ушаковым, Суворовым, Менделеевым, там, Сергеем Раджинским, да, любой. Главное, чтобы человек поверил, не думал, а я что я могу, а я маленький. Да не маленький ты, все, ты один поле воин, да, просто надо поверить. И хочешь начинать с чего-то, даже с малого, все, и у тебя пойдет. Надо просто человеком оставаться, вот это я согласен. Надо оставаться человеком, а человек – это человек, который, цель которого существования – это служение, а не собственное удовольствие, а не потребление, да? А не утехи, да, это животное больше похоже, не больше, а суть животного. Вот будем людьми, да, тогда мы проявим суть, истинную суть русского человека. Ну что ж, хорошие слова, я думаю, на этом мы закончим нашу программу. Уважаемые зрители, это был Иван Отраковский, воин, человек, который побывал там, воевал, вот, и человек – слово, дело. Спасибо за внимание, всего хорошего и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.